павел день добрый добрый день а когда узнали что приедет павел то значит ну сразу всех должен здесь работал 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 и специалист по кадрам даже сказала я же с ним в одном кабинете дело очень может быть вот в 2005 году рискина юля вот но все равно у нас рубрика называется знакомства до знакомства так что давай познакомимся расскажи о себе я павел дерябин на данный момент я управляющий активами клиентов так индивидуальных счетов американского фондовом рынке под управлением где-то там в районе пяти миллионов долларов можно чуть погромче да да в районе пяти миллионов долларов у меня сейчас под управлением на американском рынке я занимаюсь консультациями делаю блогерские всякие вещи виду рубрики виду определенные программы с компании бкс у меня там есть специальный блогерская страничка где я даю рекомендации по американским ценным бумагам вот я там ее уже веду больше трех лет результаты очень хорошие больше семидесяти процентов годовых за каждый год так что принципе инвесторы очень довольны я получаю массу положительных откликов оттуда плюс к этому я работал в разных инвестиционных компаниях вот последнее место было айти айфанс такая компания подразделения до винчи капитал но эти капитал скажем так известная брокерская компания на рынке вот где управлял счетами клиентов из списка forbes вот на данный момент в связи с пандемией конечно есть определенные изменения в моей карьере и в жизни но я с оптимизмом смотрю будущее думаю расширять клиентскую базу делать проекты автоследования вот как то так а как ты принимал торгового решения это фундаментальный анализ либо интуиция люди которые с которыми я работал здесь или здесь скажем так в компании из коммерц эта команда перешла сюда в компании универ так вот многие знакомые с моей стратегии тогда она была еще не оформлена скажем так и я сторонник сначала был как-то скажем интуитивного подхода к рынку поиску недооцененных компаний работал связи с в тесной связи с аналитиком который эти компании помогал находить вот на данный момент как бы когда я перешел на американский рынок сейчас у меня есть определенная торговая система я ее где-то делал но на лет пять вот я исповедую такой машина математический табличный такой вот метод я и нахожу недооцененные компании веду обзор анализ там 6000 акций на американской бирже вот смотрю и пио истории вот мне очень комфортно работать на американском рынке потому что есть масса как так скринеров специальных а то по которым я могу сразу видите там сравнить коэффициенты сравнить капитализацию сравнить темпы роста прогнозы и так далее и тому подобное российском рынке к сожалению этого сделать было практически невозможно вот в америке довольно много такой статистической информации нам помогает мне находить именно компании которые покажут не просто роста скажем там найти компании который вырос там в пять в десять в двадцать раз вот периодически это удается делать конечно на их поиски уходит иногда месяцы иногда годы но система работает согласен согласен с пословием что на растущем рынке даже если палку в землю воткнуть она прибыль принесет я не уверен что что растущий рынок это хорошо вот я думаю что люди которые так вот легко относятся к растущим историям к рынкам как акциях они пытаются жить найти по принципу там я хочу участвовать только в положительных позитивных быстро растущих каких-то историях весь негатив весь минус и весь и все проблемы оставлять на кого-то другого да наверное есть первое впечатление что да если ты купишь что угодно но на растущем рынке вырастет но если посмотреть динамику рынок если у вас цель если у вас цель не просто там пришел ушел а если у вас цель разместить капитал на несколько лет а если у вас задача не просто по что-то поспекулировать а скажем так вы относитесь к этому серьезно и вы ждете от рынка что он вас будет кормить на протяжении 10 лет 20 лет тогда для вас такие пословицы они бессмысленны то есть вы это воспринимаете как упущенную возможность скажем так это выглядит следующим образом на десятилетнем периоде вы зашли на растущий какой-то рынок это значит что вы уже пропустили какой-то период падения где вы могли взойти и очень хорошо закупиться по каким-то дешевым ценам но ты вас теперь ждут впереди месяца разочарования вот как-то так я бы я все-таки с годами поменялся вот в сторону какого-то долгосрочного инвестирования долгосрочных историй мне удобнее работать с людьми которые мыслят в таком же ключе клиенты которыми мы с которыми я работаю примерно такого же плана вот они не любят конечно как и все просадки там и падение и тому прочее да но быстрые результаты которые удается получить с рынка они настораживают себя настораживают но это было бы странно если клиенты от корпуса по-другому думали ну там тоже есть масса своих нюансов клиенты от форбса не прагматики они только начали я честно скажу щупать американский рынок для них это все-таки тоже какой-то незнакомый рынок над нами ведь всеми есть некий фон как со стороны известных аналитиков там типа хазина левченко там и прочих а также фон на исходящий из официального государственного какого-то информационных изданий что в америке как бы ваши интересы могут пострадать что американская экономика это зло ну и так далее и тому подобное вот по факту получается так что человек который делает для себя решение инвестировать да будь он хоть олигархом будь там не знаю еще кем-то немножко рискует но обратите внимание вот вы слышали что-нибудь из каких-то крупных покупок сделанных российскими олигархами в америке они там покупают спортивные клубы я не слышал чтобы они там создали какой-то хедж-фонд или там стали совладельцами там крупных компаний рассказывали что вот я купил пять процентов какой-то технологической там компания верю в ее рост нет такого пока мы не видим то есть очевидно что они пока пробуют для себя этот рынок они пытаются понять насколько эта рабочая история в это время как бы их скажем так конкуренты олигархи живут не только в россии да там скажем есть олигархи в саудовской аравии есть там в европе они они как-то более быстро прошли для себя этот путь вот и многие из них владеют несколькими процентами в разных разных компаниях и напрямую и через фонды и тогда и тому подобное просто потому что ну вот то что я слышал скажем последний из того что ясно вот сколько лет прошло это выход на самом деле очень забавная история господин абрамович тут вот по слухам купил какую-то большую долю в яндексе да да вот почему-то с фондино абрамовичу допустим то 10 лет назад и в голову не приходила идея что может быть стоит купить какую-то технологическую компанию почему-то и этих людей все время тянуло на какие-то истории с нефтью с металлами с товарным рынком товарный рынок это вот наш рынок у него сожалению и свои там минусы значительные он движется по синусоиде вот если вы ждете какой-то постоянный рост вам нужно вкладываться в технологии сейчас такая тенденция существует ну обратите внимание то есть абрамович начал я думаю что за ним придут другие начал он в яндексе да я думаю что в будущем кто-то из этих людей захочет купить что-то в америке что-то более там интересное существенное также хотел обратить внимание что много выходцев из ссср с россией основывают сейчас свои хедж-фонды в америке ряд из них становятся успешными ряд из них вот привлекает средства американских инвесторов так и они на первую да есть какой-то взгляд на следующий год либо гадировал что-то невозможно как это будет потому что например аналитики сити показывали индикатор оптимизм и говорят при таком дикат и оптимизма но просто большая посадка просто неизбежно но я не знаю понимаете как тут я не знаю какой индикатор они брали потому что этот год был ну скажем так хороший удар по всем оптимистам в марте в апреле и если честно если так быстро меняются настроение от полного уныния когда индексы падают там на 30 процентов и возвращаются там на уровне там не знаю трех-пятилетней давности так быстро настроение меняется это говорит о том что это какие-то неустойчивые опять же спекулятивные настроения приток приток этих настроений но это как ну какой-то я вам так скажу но вот возьмем допустим компанию apple да вот просто как пример если честно никто не знает ее акционеров кто же владеет сейчас apple потому что семейка джобса там исчезла там и прочие люди тоже которые были в основании apple они все давно куда-то пропали вот и вот эти люди ну помимо самого известного последнего там акционера ворона баффета да они остаются в тени я это веду к тому что как бы понимаете как они вложились в компанию которая на их взгляд в ближайшие там несколько десятилетий продолжат свой постепенный рост и на них вряд ли будут влиять эти настроения ну скажем так сейчас многие просто этого не замечают происходят глобальные такие изменения в технологиях то есть будущее строится отдаленное будущее строится прямо сейчас уже есть компания занимающаяся искусственным интеллектом роботами там летающими всякими машинами и прочим и прочим я думаю что компания apple займет на этом рынке существенную долю и те кто ее купил это прекрасно понимают потом есть аналитики да с другой стороны они говорят ну вот там перекуплено вот там мы не понимаем но вот слишком много оптимизма ну как вот объяснить вот мне кажется есть оптимизм у тех кто уже понял что будущее но вот наступает эти технологии приходят то есть их сейчас разрабатывают и прямо сейчас делит рынок которого еще нет но добрать внимание там рынок электромобилей да и вот не существует пока еще а он уже весь поделен пожалуйста вот есть там китайские компании есть тесла и тому подобное или допустим там система обработки видео информации там база данных больших чисел там не знаю бигдата там подобное этот рынок только формируется но уже сейчас есть компании которые владеют там 50 70 процентов долями в этом рынке и они собираются эту долю сохранять в будущем вот поэтому я всегда настороженно смотрю на вот изменение этих настроений многие также обращают внимание там на розничных инвесторов как они приходят уходят с рынка считается что там не пришли ушли это плохие там сигналы хорошие у нас есть другой основной фактор у нас есть политика фрс политика фрс сейчас зажата в угол и честно говоря на ближайшие там 5-10 лет не видно как из этого они будут выходить представьте они держат ставку на нулевое значение постоянно делают пакеты экстренной экономической помощи эти деньги частично попадают на фондовый рынок представьте себе управляющего на фондовом рынке он угадал все движения он там он прочитал аналитиков сити он понял что сейчас на рынке на пыль уже перебор с позитивными настроениями и он ведь я все я выхожу я продаю свой пакет и он остается в деньгах что ему делать с этими деньгами в банке ему дадут там копейки куда вкладываться в облигации они уже скоро или вы или уже показывает отрицательную доходность недвижимость коронавирус и недвижимость но вы сами вы видите что происходит там сожалению обвал да то есть коммерческая недвижимость сейчас испытывает серьезные серьезные проблемы и у него в общем-то выборов то особого нет а клиенты через какое-то время начинают звонить и спрашивать а почему наши деньги не инвестированы собственно где где вот вот это самое оно выясняется что ему снова по более высоким дорогим ценам приходится заходить в рынок вот не обращая внимания на вот такие индикаторы то есть мы имеем дело с очень редким и наверное долго растянутым во времени процессом это печатание огромного количества новых денег которые убивают практически все этим пользуются разные компании они даже вот у нас в россии даже в россии вот вы знаете же компанию freedom финанс вот разместившие очень удачно на и пио свои бумаги по оценке миллиард долларов что вы думаете проходит не больше там полтора года или год капитализация выросла еще на миллиард долларов как вы думаете то есть вот что с этим всем делать понимаете у компании freedom финансы и у похожей компании в америке вариантов то немного эти деньги нужно как-то обналичить что-то надо с ними делать нельзя опять же если вы послушали аналитиков сити вам нужно что-то предпринять срочно у вас единственный выбор вам нужно сбросить эти акции да там которые владеете вы или владельцы купить еще несколько компаний ваших конкурентов расширить вашу долю на рынке пока ее не купили кто-то другие вот чем собственно все сейчас и занимаются и в америке и у нас обратите внимание там яндекс постоянно идут переговоры что он хотел купить того сего переговоры сорвались какая разница где-то в другом месте они продолжатся понятно то есть пока ситуация не назначена ситуация очень очень оптимистичная я бы слово оптимистичное подчеркнул бы два раза потому что пока процесс печатания денег продолжается рост неизбежен спасибо большое Павел а